Вес готов Атлет готовится Прежде всего необходимо размяться В гире такой снаряд Свободный вес Он дергает То есть человек вырывает вес Дергает сюда Опускает, дергает сюда Все это сказывается на суставах Поэтому я То занятие вроде бы начал С этой гири Многовато Возраст такой, что Создается впечатление Что ты можешь рассыпаться Просто-напросто рассыпаться Во время подъема гири Поэтому хорошенько разминаемся Суставы Локти Локти оказались Такие уязвимые вещи Места Плечи То же самое То есть вот человек Который Прожил там хотя бы за 50 лет И вроде бы все в порядке Возьмет гирьку Позанимается И он сразу же Ощутит Насколько у него Все тело Так Еле-еле дышит Плечи 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 Поясница Поясница Вообще Не дает Многим жить Поэтому Не надо Размять Тщательно Размять Тазобедренные суставы Тазобедренные Выходят из строя Кстати У многих людей Не хватает гибкости Чтобы правильно приседать Допустим Взять того же Алексея Шредера Вот он говорит У меня там Бедро длинное Голень там такая Я И я приседаю Следующим образом Он приседает Значит Вот он пошел 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 И потом Вот отсюда Он вот так вот Встает Раз Вот так вот То есть За счет спины Не хватает Допустим Гибкости Чтобы приседать Вот так прямо Раз И встать То есть Здесь надо Некоторую гибкость иметь И следить за траекторией Движения Приседания То есть Раз И встает Видите Если не хватает Возьмите Подложите Под пятки Небольшой Брусочек И у вас Гибкость Сразу же Улучшится То есть Вы легко Будете Приседать Вот так вот И у вас Ножки Будут работать А не спина То есть Не будет Вот этого Движения То есть Вот этого Движения Не будет А будет Вот Оп Оп То есть Сначала С небольшим весом Закачаете Его А потом Стоит Это дело Привычным В противном Случае Спина У Алексея Сильнющая Ну и Веса Если ставить Соответствующие Именно Поясница Она сломается Первым Делом Так что Алексей Это как раз Для тебя Показал Под пятки Ставишь Брусочек Где-то Сантиметра Полтора Максимум Два Все И Техника Приседания Совершенно Становится Друга Уже Начинает Дыхалка Работать Но Продолжаем Разминаться Так Вот Даже Такие Простые Упражнения Отзываются Какими-то Такими Нехорошими Ощущениями В районе Поясницы Елевой вид спорта Здесь Важна не сила А выносливость То есть Человек Подготавливается К определенному Весу Допустим 16 Там 24 32 Кг Это довольно-таки Быстрая Налаботка Идет Целых показателей А дальше А дальше Суевая Силовая Винусливость И Дыхалка Верку Взял Для того Чтобы Для того Чтобы Начать С ней Разминаться Схватил 24 Вроде бы Все нормально А нет А нет Суставчики Показали себя Что Увы Они К этому весу Еще не готовы К каждому Упражнению Весу Надо будет Подготовиться Далее Вот мы Более-менее Размялись Берем Ремешок Обездах В противном Случае Можно Сойти С дистанции И еще Не на чем Ремешок Ах 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 Я лично подготавливаю сейчас Следующее, это локтевые суставы Они дают о себе знать Особенно левые И В руке будет тренироваться Вот это движение Вот, оп Чтобы тут все было подготовлено И естественно дальше идет наработка Силовой выносливости Но это же надо наработать Само-то оно не наработается Поэтому я заменил Ходьбу На Занятие движения Дыхалка работает отлично Просто великолепно Это в данном случае мне важно То есть все равно Если будет 6-8 сентября Остается 2 недели Мне важно сейчас схватить движение Хоть немножечко наработать Гиревые движения Опа Вот обратите внимание Как идет подрыв Вот здесь И она полетела То есть рука у меня как плетка работает Разгинаюсь Значит задача Наработать движение Наработать движение Движение технически правильно должно быть Технически правильное движение Обеспечивает Обеспечивает Работу на соревнованиях На тренировке Без травм Если оно Неправильное Начинается где-то Корячение Начинается где-то Дожимание Там Применение силы Начинается Травмы Явные Или микротравмы Неявные Которые С течением времени Просто-напросто Не дадут заниматься И так как человек В данном случае Я не был готов Вообще Подъем на гирь Вот я сделал занятие Позавчера Вчера я был в Ростове Подумал Утром сделали Вечером Необычная тренировка Все разболелось И пришлось Вот подождать Целые сутки Для того, чтобы Более-менее Все успокоилось И так Работаем Спинка Ножки Опа И полетела Хоп 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 Вот даже от веса 16-килограммов И гири Достаточно Чтобы у меня чувствовалось Боль в суставе Локтим вон Ё-моё-ё-с Три подхода к ней сделала Что еще важно? Важно, чтобы гиря прилетала И туда не рвалась А потом вот так дергалась А так мягенько Раз И ложилась Прекрасная Прекрасная С дерьми прекрасная тренировка На сердечно-сосудистую систему Начинать с маленького веса А потом чуть побольше Отлично Отлично И уже произошла Некоторая адаптация К работе То есть организм всегда должен Приспособиться К той или иной работе Дыхалка Серцебиение Все это вместе Должно быть Несколько приспособиться Что касается Нагрузки на плечи То здесь Ржим Влияет Поэтому я не знаю Буду сегодня ржать Или нет Стоя И так 24 кг Нагрузки на плечи Нагрузки на плечи Мозоли, желательно перчаточки. После подхода хоть как-нибудь дорастягивайте спину. Этот уже вес больше задействовал дыхалку. Встаем, как пружина. Встаем, как пружина. Можно даже вот так делать рычаг. Создавать. Поднимать. Не так ногами, а больше спиной. Еще подходики хватит. В целом, жизнедеятельность организма определяет вот вот такая вот работа. Насколько вы можете ее продолжать. И тут сразу показывается. Либо у вас мышцы не тянут. То есть, если тянут мышцы, как у меня, крайне слаба сердечно-сосудистая и дыхательная система. То есть, обеспечение этих мышц весьма-весьма слабоватенькое. Значит, разминочка у меня прошла с гирькой 16 кг. И началась тренировка. Два подхода сделаем. Сейчас еще третий подходик я сделаю. Третий подходик. Здесь очень важно давать организму время на восстановление. Как между подходами, так и между занятиями, чтобы шло восстановление. Вот вроде бы как я отошел. Отошел и сейчас будем подумать. Что касается вот этих вот занятий, подготовки моей к Рымскому чемпионату. Я хочу ее сделать полностью. Для того, чтобы те люди, у кого есть желание заниматься. Примерно бы посмотрели, как это делаю я. Может что-то невозможно полезно для себя. Для тех, кому это не интересно, могут просто-напросто это все не смотреть. Мой канал обо мне любимом. Поэтому я здесь все публикую, чем я занимаюсь. А это как раз очень хорошая вещь. Проверяющая и тренирующая сердечно-сосудистую систему. Связочки. Вот это все должно укрепиться. Так знаете. Укрепиться без какого-то экстрима. Естественно. Это очень важно. Ну. Третий подход. Вот. Вес готов. Атлет готов. Пожилой атлет. Замечу. Пожилой. Это тот человек, который уже пожил. В данном случае еще и позанимался. Пожилой атлет. Пожилой, давать или значит законно. Пожилой атлет. Пожилой. Пис really не сможешь к тяжело проходить его. Пожилой. Пожилая. Как видите. Пожилое. Пожилая. В данном подходе я заметил, что началось формирование правильного дыхания. То есть я опускаю гирю, в крайнем положении я делаю вдох, далее идет подъем гири, натуживание, гиря вылетела вверх, в верхнем положении при опускании я делаю выдох, вот здесь выдох. Наклон, как бы сказать, гиря опустилась, здесь я делаю вдох и пошел. То есть сформировать еще правильное дыхание. Следующее у нас упражнение это толчок от груди. Здесь очень важно схватить технику, потому что толчок от груди гирь у гиревиков, он совершенно отличен от того, как толкают штангисты. А так как я мастер спорта в прошлом и нынешний мастер спорта, у меня, естественно, закрепилось совершенно иное в голове, как поднимать. Штангу я, естественно, это приношу на гирю, а надо тут поменять. И вот здесь вот вообще в жизни в целом и в спорте вообще очень важно учиться, учиться постигать правильную технику. Начнем с левой, здесь вот так рукой, оп, раз, то есть вот это движение должно быть, раз, пошло, то есть даже вот так, оп, и фиксация. Опять, оп, встал, фиксация, оп, фиксация. Фиксация Обязательно фиксация должна быть Иначе вес не засчитает Раз Два Три Четыре Ну примерно так Весь легкий Но тем не менее На локоточке Дает знать Почувствовать движение В начале в его отработку Задействуется ваше внимание Вы все прокручиваете В уме как это должно быть Прокручиваете, прокручиваете Потихонечку Это все у вас закрепляется Нарабатывается мышечная память Как это должно сделаться И потом это у вас входит Как бы сказать В подкорку, в подсознание Как надо правильно делать Вы об этом уже не задумываетесь Это только фигачки Далее тут надо еще схватить Как дышать правильно Но Со второй тренировкой Слишком много Задач ставить Не следует Надо Идти По степену Сначала ставим Только технику движения Это был разминочный подход Это уже Начинаем Положили И Раз Два Три Четыре Четыре Пять Брава рука Более Более Координированная Поэтому С ней легче получается Если Рывок у меня еще Более 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 Поставлен Это еще С тех Занятий Штанга Что касается Нового вида Толчка То Здесь Тем более Двух гирь Предстоит Поработать Я пока Не использую Две гири Для того Чтобы Спина Привыкла Как-то Подготовилась К новой Работе Нагрузить Спину Тем более Травмированную Спину Очень легко И Будем Говорить Сорвать И Все Ваши Выступления Полетят Как-то Под хвост Хорошо Отметить Что Происходит Более Менее Быстрое Восстановление Более Менее Быстрое Восстановление Так Этот подход Еще один Я делаю Этого Будет Достаточно Принимаем Чтобы Гиря Лежала Здесь И Фиксация 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 Что-то под левой лопаткой Ох, ё-моё, растянулась Ё-моё, как это Неприятно Ощущать различные боли После выполнения упражнения То под лопаткой растянется Да, да ещё какая-нибудь фигня Парусь Я ищу Сашils ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо дует прохладный такой ветерок. Ветерок. Конец августа. Хороший прохладный ветерок. Солнечный. Солнечный. Все хорошо. Теперь жонглерка. Просто для того, чтобы поработала сердечно-сосудистая дыхательно-пихательная система. То есть ее тренируем. Ну и заодно крепкость схвата. Что будет немаловажно. В руке жонглерка. Опять-таки требует координации. В первую очередь координация. Ну и естественно какая-то сила должна быть. Координация. Опфу. Во. Фу. 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 Во. Во. Цепкость кисти. Фу. 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 Геря дергает назад. Чувствуется здесь что вот эти связки должны быть эластичными, укрепленными, пружинными. Если это не так, они нафиг лопнут. Фу. 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 общая фу. 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 Ну что? Что-то почувствовала здесь. Дернулась. Тут дернулась. не будем посугублять. На ножки сделаем ещё. Ох. 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 Задача просто подготовиться, не брать какие-то там места, а подготовиться и более-менее выступить, чтобы все это как-то без травм прошло, а тут уже под лопаткой. Что-то тут хрюкнуло, дальше по левой стороне пошло, вот здесь вот, так что надо немножечко подождать, вот так вот как-то, ой хорошо, а сколько там времени? Вот и мы закончили. Вы зашли на мой канал Малахов ПРО. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok